Дорогие друзья, добрый день. Вашему вниманию в прямом эфире программы Якутск. Сегодня вы можете нас видеть и на канале республиканского телевидения и слышать на волне республиканского радио. С вами я, редактор Светлана Вишнякова. Наши режиссеры сегодня Ольга Степанова, Мария Новгородова. А в нашей студии гости Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения по республике Сахая-Якутия в лице подполковника полиции Елены Гуляевой. Елена Владимировна, здравствуйте. Добрый день. И старшего инспектора пропаганды капитана полиции Анны Жегусовой. Анна Аркадьевна, здравствуйте. Также в нашей студии сегодня детский врач-травматолог Национального центра медицины Игорь Обутов. Игорь Павлович, добрый день. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы сегодня пришли в нашу студию. Тема нашего разговора – детский травматизм, профилактика, лечение, предупредить, как это можно, как можем мы, взрослые, помочь детям, чтобы ситуации аварий на дорогах случалось как можно меньше. Я думаю, что вы, наверное, со мной согласитесь, что когда что-то плохое или что-то хорошее случается с ребенком, всегда сопричастен взрослый. Либо он оказался рядом в нужный момент, либо не оказался, либо он научил своего ребенка чему-то, что ему пригодится в какой-то ответственный момент, либо не научил. И я думаю, что вот об этой ответственности сегодня нам и стоит поговорить, чтобы все-таки привлечь больше внимания взрослых родителей, учителей к этой теме. Потому что наверняка на наших дорогах не исключение, не редкость, когда происходят происшествия, в которых получают травмы или погибают дети. Как на сегодня дела? Расскажите, пожалуйста, с этим. Так, ну, начнем мы со статистики. Так, с начала текущего года у нас на дорогах республики зарегистрировано 89 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних участников дорожного движения, в результате которых погибли у нас 3 ребенка и 99 получили травмы различной степени тяжести. Если взять, сравнить с прошедшим годом, с 2020 годом, то отмечается у нас на 17% рост количества ТТП и рост числа пострадавших в них детей. Именно по количеству погибших у нас пока стоит уровень. Надеемся, что так и будет стоять. А почему, как вы думаете, растет вот эта цифра? Вроде бы сейчас больше же возможности получить информацию у всех вот телефоны, интернета или наоборот, то, что мы все вот так в телефонах и не видим там часто своих детей или дети не видят, какой свет горит, красный или зеленый в телефонах из-за этого? На самом деле у нас за последние 5 лет идет планомерное снижение уровня ДТП именно с участием детей. Однако, я вот почему подчеркнула, с прошлым 2020 годом, напомню, что это прошел необычный год, то есть было очень много ограничений в связи с коронавирусной и с новой коронавирусной инфекцией, поэтому мы помним, что дети в прошлом учебном году в основном учились дистанционно. То есть не было передвижений детей, дети все сидели дома, соответственно, и риска попасть в ДТП, ну и впоследствии и ДТП с участием детей значительно сократилось. А я, или я неправильно услышала, что чуть выше стало? В сравнении, ну вот в этом году, в сравнении с прошлым, с ковидным годом. У нас в этом году дети пошли, все-таки частично у нас в республике все-таки дети пошли, сейчас тоже в столице тоже началось все-таки. Сейчас обратно дома сидят, сейчас снова дистанционная. А если взять, например, 2018, 2017, 2016 год, то у нас все-таки отмечается планомерное снижение уровня ДТП с участием детей. То есть, если так просудить, то если бы не был ковидный год, если бы не было бы ограничений в прошлом году, то, скорее всего, так и шло бы по нашей графике планомерное снижение. Можно я добавлю, да, буквально два слова, что в прошлом году у нас снижение по ДТП с участием несовершеннолетних было почти 40%. Ну, вот Анна Аркадьевна правильно сказала, что были значительные ограничения, были запрещены и различные мероприятия, и учились дистанционно, и межмуниципальных перевозок было меньше, ну и вообще движений, скажем так, на транспорте было меньше в прошлом году. И, конечно, это сказалось на уровне аварийности. В этом году короткие ограничения были, но, конечно, все-таки более уже привычный у нас ритм жизни, поэтому движений много, дети перемещаются, передвигаются, перевозятся и так далее. Поэтому, конечно, рост идет. Дети есть пешеходы, дети есть тоже, которые за рулем транспорта велосипедисты. Да, самокаты сейчас, и вот всевозможные еще передвижения, где нет возможности держаться, да. И какие больше дети попадают вот в такие ситуации на дороге? Ну, если взять текущий год, и, в принципе, каждый год можно сказать одно и то же, да, в текущем году, например, у нас все-таки в большинстве ДТП пострадали дети-пассажиры. То есть по вине взрослых получается все-таки? Да, по вине взрослых получается, и в большинстве случаев дети до 12 лет перевозились с нарушением правил дорожного движения. Поэтому во втором месте уже идут ДТП с участием с детьми-пешеходами. То есть это у нас школьники, которые вот сами передвигаются, ходят в школу туда и обратно. И у нас в этом году отмечается рост ДТП с участием велосипедистов, прям больше 60%. Также увеличилось ДТП с участием детей от 16 до 18 лет. И, как правило, это все-таки дети, которые управляли транспортными средствами. Это и мотоциклами, и автомобилями, и все понятно, с чего разрешение это все произошло. То есть кому принадлежали транспортные средства, то есть все равно с подачей родителей. Давайте напомним родителям, какие должны правила ими соблюдаться, если они перевозят своих детей в машине. И какой возраст у ребенка, если он должен находиться в специальном кресле обязательно. И какой возраст, до какого возраста он не должен сидеть впереди. Давайте я об этом скажу. В соответствии с правилами дорожного движения, все дети до 12 лет, перевозимые на переднем сидении пассажирском автомобиле, должны находиться в детском автокресле. Старше 12 лет уже могут быть пристегнуты штатным ремнем безопасности. На заднем пассажирском сидении дети до 7 лет должны находиться в детском кресле. От 7 до 12 лет и старше, соответственно, могут быть пристегнуты штатным ремнем безопасности. Здесь, конечно, можно сказать о том, что можно детей и старше 7 лет перевозить в детском кресле, с учетом роста, веса ребенка и наличия соответствующего удерживающего устройства. Главное, что родители должны помнить, что до 7 лет сзади только в кресле, на переднем сидении до 12 лет только в кресле. В других уже случаях штатный ремень безопасности. Напомню, что ответственность за нарушение правил перевозки детей в соответствии со статьей 12.23 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации составляет штраф в размере 3 тысяч рублей. 3 тысячи рублей штраф. Ну, конечно, это по теперешним временам не такая уж большая сумма, вполне сопоставимая, чуть больше может быть, конечно, с покупкой детского автокресла. Сейчас уже можно достаточно бюджетный вариант детского автокресла найти. Ну, это может быть цена и жизни ребенка, и цена здоровья ребенка. Совершенно верно. Вот я хочу, чтобы подключился к нам Игорь Павлович. С какими травмами поступают дети, когда родители не пристегивают их к креслу или когда сажают их на переднее сидение? Какие чаще всего ситуации? Такие травмы бывают чаще всего головы и лица, потому что вот ребенок сам, ну, непристегнутый ребенок по инерции идет прямо и ударяется об лоб, отчасти вот именно лбом автомобиля. И такие травмы у вас в основном, они очень сложные, потому что бывают переломы лица, закрыты черепно-мозговые травмы с повреждением головного мозга и даже вплоть доходят до оперативного вмешательства. И последствия для жизни ребенка? Да, потом она бывает очень, ну, реабилитация очень трудная, сложная, но впредь до инвалидности может быть. А проводится ли какая-то потом реабилитация психологами для того, чтобы ребенка вот уже в том состоянии, в котором он находится после травмы и к новому какому-то ритму жизни, чтобы он смог адаптироваться. И также есть ли помощь психологов родителям, которые, по вине которых могут дети остаться инвалидами или же умереть, может, ребенок, как-то делается что-то для таких людей в республике? Потому что ведь может и не виноват быть родитель, может быть, виноват встречный транспорт, где сидел пьяный человек за рулем, или просто какая-то ситуация, где оба трезвые, но, тем не менее, ДТП происходит. Ну, такие случаи, ну, в нашем стационаре в основном ведутся такие работы иногда, да, потому что бывают и смертельные случаи, вот ребенок выжил, а родители тоже вот, ну, скончались, например, да, и вот в таких случаях, да, к ним присоединяется психолог, разговаривает с ними, и тоже близкие родственники. Даже, наверное, опека подключается, да? Да, опека тоже подключается. Вот, вроде, а вот со стороны взрослых тоже ведутся вот такие психологические, вот такие тренинги, и присоединяются, ну, вот, в основном помогают родственники, конечно. Вообще непонятно, как с этим жить, да, если вот, не дай бог, ты вот причастен к такой ситуации, я просто не представляю даже, как человеку надо помочь реабилитироваться к жизни и продолжать эту жизнь, не дай бог. И, в общем-то, чтобы таких ситуаций не происходило, наверное, есть какие-то общие рекомендации для того, чтобы этого не случалось. Я вот помню, что ко мне сюда в эфир приходили года, наверное, два назад тоже представители вот вашей службы, которые говорили, что на тот момент лидировали ситуации дорожно-транспортных происшествий именно по нетрезвости водителя, людей, взрослых, которые были за рулем. Можно я об этом немножко скажу? Вот, если проводить анализ нашей статистики дорожно-транспортных происшествий, такой анализ ведется регулярно, поскольку мы стараемся выявить причины и условия, которые способствовали таким дорожно-транспортным происшествиям, да и не только таким, а всем остальным. Значит, вот если говорить о таком анализе, то получается, что почти 80% всех дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых дети погибли или пострадали, на совести взрослых. То есть они произошли по вине взрослых участников дорожного движения. Ну, прежде всего, конечно, водители, которые нарушают ПДД, причем грубо нарушают, вследствие чего дети травмируются и гибнут. И это не только управление в состоянии алкогольного опьянения, такие факты у нас тоже регистрируются, к сожалению. Это и превышение скорости, это и нарушение правил перевозки детей, это и нарушение правил проезда пешеходных переходов. То есть наши детки-то, они правила знают, они идут по правилам. Сколько ситуаций, когда ребенок стоял там, где нужно, на остановке или на пешеходе, и случилось происшествие. У нас сейчас заканчивается первый блок, а мы во втором обязательно продолжим. Слушатели и зрители, оставайтесь с нами, не теряйте нас. Дорогие друзья, зрители и слушатели, мы снова в прямом эфире в нашей студии Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения по республике Саха-Якутия в лице подполковника полиции Елены Гуляевой и старшего инспектора пропаганды капитана полиции Анны Жегусовой. И в нашей студии также детский врач-травматолог Национального центра медицины Игорь Обутов. Тема нашего эфира «Детский травматизм. Профилактика причины». И сейчас я бы хотела режиссера попросить показать вот тот ролик, который мы начали смотреть в конце первого блока, но не успели. Он как раз-таки про то, о чем мы будем говорить в продолжении часа. Вот возможно, чтобы такого не произошло, существуют кружки юных инспекторов движения, которые работают не только в школах, как я узнала за кулисами, когда мы с вами разговаривали, но оказывается в детских садах, чтобы ребенок все-таки учился брать ответственность за свою жизнь сам. И чем раньше он это сделает, тем для него будет какая-то история безопаснее. Так ли это? Ну, немножко, может быть, поправлю, да, что мы не можем, конечно, полностью перепоручить ребенку брать ответственность на себя в его возрасте, в детском возрасте. Но научить к этому стремиться и достигнуть во взрослом возрасте, конечно, нужно, и мы над этим вот работаем, в том числе привлекая их для участия, для работы в какой-то мере, для игры, учебы в отрядах юных инспекторов движения. На сегодняшний день их порядка 230 в республике действуют, в разных районах республики. В них, значит, занимаются у нас детки школьного возраста. Но появились несколько лет назад у нас такие отряды и в дошкольных образовательных учреждениях. Это отряды юных помощников инспекторов движения. Чем они занимаются? Ну, во-первых, прежде всего, они сами изучают правила дорожного движения. То есть не просто вот как обычные дети на уроках по ОБЖ, у нас это, как правило, в рамках каких-то неклассных мероприятий, классных часов, а более углубленно, значит, более сознательно, да, с разбором каких-то ситуаций, более детально изучают сами. Изучают основы оказания первой доврачебной помощи пострадавшим ДТП. Но это не только вот прямо оказание помощи при конкретных каких-то травмах из-за дорожно-транспортных происшествий, но и просто оказание медицинской помощи в любой ситуации, которая может у них возникнуть в жизни. Порез, кровотечение, перелом любой. То есть наши дети такую помощь могут оказать, они знают, как это сделать. Они маленькие пропагандисты, они выступают с какими-то творческими номерами, агитбригадами по безопасности дорожного движения, агитационного характера перед сверстниками, перед взрослыми, перед младшими детьми, допустим, в детских садах. Они участвуют с нами в различных акциях и мероприятиях. Порой, наверное, вот взрослому человеку, водителю, может быть, детское слово более доходчиво, вот когда ребенок, школьник, подросток говорит водителю, не нарушайте, будьте осторожны, не садитесь нетрезвыми за руль, потому что на вашем пути могут оказаться и дети, в том числе, которые могут погибнуть, получить увечья, травмы. Хорошо бы, если бы так было, и взрослые могли бы прислушиваться к детям, это так редко случается. Да, и наши дети, участвуя в таких мероприятиях, они сами развиваются, и есть у них перспективы в дальнейшем, и прийти, получить какую-то профориентацию, прийти на работу в правоохранительные органы, например. Но прежде всего важно, я думаю, не это, а то, что дети изучают и знают правила дорожного движения, и получают навыки безопасного поведения на дорогах, и могут научить этому других. Спасибо, мы еще к кружкам вернемся. У нас есть звонок от нашего слушателя или зрителя. Здравствуйте, алло, представьтесь, пожалуйста. Добрый день, Светлана. Добрый день. Добрый день, участники передачи. Хан Голоский Улуж, Валерий Иванович. Валерий Иванович, рада вас слышать. Здравствуйте, он наш постоянный слушатель и зритель. Вот у меня такие вот три фактора, девушки. Девушки, ГИБДшники. Я сам водитель с большим стажем, и поэтому вот мои факторы имеют значение или не имеют моего наблюдения. Я сам переводил детей. Вот у нас слабая подготовка с сопровождением, я считаю. И во всех пунктах есть сопровождение ГАИ спереди, сзади, с проблесковыми маячками. Если детей везешь, обязательно должны быть сопровождение. Это раз, я считаю. Ну и водители должны быть выбранные, подготовленные для перевозки детей со стажем, с опытом перевозки детей. Обязательно вот такой штамм должен быть. Имеют опыт перевозки детей. Вот. Это первый фактор. Второй фактор, мне кажется, вот эти средние дети, 10, 5, 10 лет, у них в городе должны быть городки детские, где у них самокаты, вот эти велосипеды и прочее заниматься, где им там можно было провехаться. От магистрали отделить их, от центральных дорог, от проезжей части, от больших магистралей скоростных отделить. Это второй фактор. И третий фактор, вот 18-19 лет молодежи. Они все с наушниками ходят. Я вот глотую, подъезжаю к ним, они не слышат. И пока не вот так не толкнешься за капотом, в наушниках все заняты музыкой. Вот как? Вот эти мои факторы. Скажите, пожалуйста, здесь. Валерий Иванович, спасибо большое. Очень хороший вопрос. Да, вот как раз-таки про, тоже к ролику, да, что если бы это была бы защищенная какая-то территория, да, где не может подъехать машина неожиданно, то это была бы совсем другая история. Так же, как вот, когда катаются на роликах, на вот этих досках, я не знаю, как правильно называется это все. Но, тем не менее, действительно, дети рискуют. Очень-очень хорошие вопросы. Спасибо большое за то, что вы их задали. Начнем с первого, да. По поводу перевозки детей, организованной перевозки детей. Ну, наверное, большинство сейчас уже знают, что организованная перевозка детей должна осуществляться специальным транспортом. Это специальные детские автобусы, так называемые школьные автобусы. Желтенькие такие автобусы, где написано «Дети», они оборудованы всем необходимым для того, чтобы сделать поездку детей более безопасной. В соответствии с требованием законодательства, сопровождение вот таких автобусов осуществляется патрульными автомобилями ГИБДД в случаях, если три и более автобусов движется. Если один автобус, то сопровождение патрульными автомобилями ГИБДД не осуществляется. Это очевидно, и законодательство это требует, что водитель, который перевозит детей на таком автобусе, должен быть подготовлен, иметь соответствующую категорию, стаж вождения, не иметь грубых нарушений правил дорожного движения, в анамнезе, так сказать, например, управление транспортным средством в состоянии опьянения. Такого водителя не должны допустить за руль для перевозки несовершеннолетних. Проблема, я думаю, в том, что работодатели, которые принимают на работу для перевозки детей на таких автобусах водителей, они не обращаются для должной проверки в госавтоинспекцию, где по базе данных, соответственно, можно все это выявить и узнать. Самый главный момент здесь еще хочу напомнить, сказать вот о чем, что о любой перевозке детей, организованной автобусами детскими, должна уведомляться госавтоинспекция. Вне зависимости от того, необходимо сопровождение или нет. Один это автобус, два или три или десять. В любом случае уведомляется госавтоинспекция как раз для того, чтобы проверить и водителя, и транспортное средство, согласовать маршрут движения. Потому что в средствах массовой информации, наверное, все зрители и слушатели видели, слышали, в других регионах были такие ДТП, когда выезжают в снегопад, в гололед, на случайных автобусах со случайными водителями, которые не подготовлены. И транспортные средства не подготовлены, не оборудованы, а они должны быть оборудованы, все оборудованы ремнями безопасности обязательно, специальными местами для размещения рюкзаков. То есть у детей не должно быть там с собой лишних вещей и так далее, и так далее, запасными выходами. Поэтому вот это то, что касается перевозки. Все-таки должна уведомляться госавтоинспекция. Это можно сделать через сайт госавтоинспекции в электронном виде. Сейчас даже никуда не нужно ходить, чтобы сделать вот такую заявку и уже принять необходимые меры для обеспечения безопасности организованной перевозки детей. Извините, я немножко вклинусь, у меня всегда какие-то два параллельных мера. Вот один так, как должно быть и как было бы хорошо, а второй вот то, что мы имеем. И вот мне кажется, дети наши, они рискуют каждый день, когда они едут в школу или из школы, и вот загружаются просто в общественный транспорт. Это общественный транспорт, да. И там вообще непонятно, каким образом доезжают. И за рулем мы знаем, какие водители, да, не всегда те, которым можно доверять. И они позволяют себе и курить, и позволяют себе разговаривать по телефону во время путешествия. То есть мы доверяем им и своей жизни, и жизни своих детей. Могу сказать, что с этим госавтоинспекция тоже борется с нарушителями общественного транспорта, с водителями-нарушителями, которые управляют общественным транспортом. И здесь тоже важна роль, наверное, граждан общества, которые могут... Их тоже жалко, потому что автобусы набиваются до такой степени, я сама пользуюсь всю жизнь общественным транспортом, что вообще непонятно, как этот автобус двигается. Ну, все-таки эту проблему должен решать муниципалитет. Муниципалитеты должны обращать внимание на то, как обстоят дела с общественным транспортом, насколько он комфортен, безопасен и так далее в том числе. Теперь, значит, следующий у нас вопрос был по городкам и местам, где детям было бы удобно, хорошо, безопасно играть. Тоже очень актуальная для нас проблема, для республики. Хотя определенные подвижки все-таки к этому есть. Вот несколько лет, ну, даже уже лет 10 назад, наверное, мы поднимали активно вопрос о строительстве стационарных детских автогородков, где любой ребенок может, значит, на велосипеде, на самокате, на какой-то портативной механической машинке кататься и получать навыки безопасного вождения, в том числе в условиях, приравненных к реальным почти. Такие дети катаются на площади Роженкидзе и сбиваются в прохожих. Но, нет, это, конечно, не подготовленная площадка, но, может быть, она более безопасна, чем, конечно, проезжая часть или место, где ездят машины. Но таких городков мы добились все-таки, чтобы они стали появляться, но их у нас крайне мало. У нас в Якутске два таких городка появилось и в Мирном. Сейчас снова прерываемся на рекламу, извините, что вас перебиваю, и после рекламы продолжим нашу тему и о том, как нам живется сегодня и нашим детям. Друзья, мы снова в эфире. Вашему вниманию программа «Якутск сегодня» в нашей студии Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения по республике Саха-Якутия в лице подполковника полиции Елены Гуляевой и старшего инспектора пропаганды капитана полиции Анны Жегусовой. Также в нашей студии детский врач-травматолог Национального центра медицины Игорь Обытов. Мы отвечаем на ваши вопросы, и вы их можете нам задать, нашим гостям по телефону 32 00 66 32 11 66. Ну и Валерий Иванович отличные вопросы уже задал, и мы продолжим сейчас ответить, а после посмотрим обязательно ролик, потому что ролики у вас отличные, я боюсь, что мы не успеем все их увидеть. Значит, и мы всегда ставим вопрос о том, чтобы в городе Якутске, в других районах республики появились крытые площадки стационарные, где дети могли бы круглогодично кататься на велосипедах, на скейтбордах, на самокатах, безопасно и, соответственно, получать навыки безопасного поведения на дорогах. К сожалению, пока у нас вот только несколько открытых есть, но они, конечно, не очень, может быть, доступны, поскольку находятся далековато, и не каждый желающий может туда, в общем-то, попасть. А вы можете сказать, где находятся, может быть, кто-нибудь попадет? Да, находятся у нас при школе номер 19 в городе Якутске и в Центре отдыха, оздоровления детей «Сосновый бор». И в Мирном есть, значит, тоже там Центр по профилактике детского транспортного травматизма. Там тоже есть, значит... А вот Мирный, «Сосновый бор» — это далеко, а школа 19 — это там какое? Это район птицы. А, тоже для центральных улиц далековато. Да, все-таки это далековато. Понятно, что не очень доступно. Хотелось бы, чтобы это было в Центре города и круглогодичного действия. Ну, а так, значит, если говорить о рекомендациях родителям, взрослым, конечно, нужно, если уж вы хотите, чтобы ребенок катался на велосипеде, самокате, на других средствах сейчас современных индивидуальной мобильности, это и гироскутеры у нас, и моноколеса есть, и много еще всякого другого, конечно, это нужно делать в местах, где нет прежде всего транспорта. И если это маленькие дети, под присмотром взрослых, родителей, старших детей и так далее. Я хочу режиссера попросить показать еще ролик. Кстати, ролики отлично прям срежиссированы, и мне прям кажется, что по времени очень хорошо информация впитывается. Ну, по крайней мере, я так их смотрела, мне кажется, замечательно. Насколько часто эти ролики транслируются по телевидению, в соцсетях? Я почему не прерываясь говорю, потому что зрители нас видят, а слушатели нас только слышат. Ну, ролики мы почти ежегодно, мы его всегда создаем, но все здесь у нас упирается же в финансы. Для того, чтобы такой ролик создать, необходимо, чтобы зрители были выделены, и в том числе для трансляции. В этом году у нас транслируются на ГТРК, на радио, на телевидении ролики, которые были представлены нам, нашим федеральным ведомством, государственным главным управлением ГУБДД России. Вот почаще бы вот такие, которые про трезвость, потому что ребенок действительно беззащитен. Кто-то не придал из родителей значения тому, что, ну, я немножко выпил, ничего страшного. И сел за руль и говорит ребенку, ты тоже садись, вот и все. Он беззащитен, как он не будет слушаться родителя, как он что-то ему... Тем более у нас в обществе яйца курицу не учат, да, и там будет что-то говорить, его не послушают просто. Надо ехать и все, садись. Ну, к сожалению, так, да. И вот еще последний, значит, вопрос про наушники задавал наш зритель и слушатель. Ну, к сожалению, это вот, наверное, элемент современной молодежной субкультуры. Здесь только профилактика и разъяснение, к чему это может привести, да, и начиная с маленького возраста надо ребенку внушать, что переходишь дорогу, спрячь в карман телефон, закрой все приложения, ватсапы и так далее, и сними наушники и желательно капюшон, потому что это тоже ограничивает обзор. Жизнь так стремительно меняется, мы уже сами взрослые без этих интернетов, без телефонов вообще жить не можем, мы постоянно лицом в них, да, конечно, дети нас копируют. Даже за рулем. Да, и за рулем это вообще прям, там же есть специальные подставочки, то есть ты едешь и фильм в это время смотришь, или селфи там себе записываешь, да, какой-то. Это вот сейчас такие реалии, конечно, дети это все повторяют, эти тиктоки там делают и так далее. И как-то бы нам, может быть, адаптироваться под них как-то, как-то сделать им возможным, вот жить так, как они хотят, но в то же время обеспечить им безопасность. Как-нибудь можно так. Ну, то, что касается наушников и телефонов, глубокое убеждение и свидетельствует и статистика, и практика, что на дороге это должно быть табу, что это нужно убрать, отложить, снять. И даже, вот, допустим, велосипедисты, очень много велосипедистов у нас ездит, они едут в наушниках. Понятно, что это повышает риски, снижает внимание, да, человек, собственно, сосредоточен на том, что он слушает, он не слышит обстановку вокруг. И бывали такие у нас и случаи, факты ДТП, когда именно по этой причине просто-напросто человек не услышал сигнала своевременно или шума подъезжающего автомобиля. Как после того, что происходит, вот сейчас я к Игорю Павловичу обращаюсь, происходит, допустим, в жизни ребенка или взрослого происшествие, как после этого меняются их приоритеты? Делают ли какие-то выводы люди или все-таки хождение по граблям? Есть ли вот случаи, когда повторяется ситуация? Ну, повторный случай после ДТП у нас обычно не бывает, потому что они получают уже жизненную урокность, ну, урок на всю жизнь, можно так сказать. Потому что такие травмы, вот, в результате ДТП очень тяжелые, сочетанные, и иногда даже бывают такие летальные исходы, ну, в основном. Это бывает при мототравмах, когда, либо, когда вот именно ребенок приезжает, ну, вот, при чёрном переходе, и его сбывает машина. И такие травмы бывают очень часто в наших дней, ну, в основном. У меня есть другая информация, вот, лично из моего опыта, да, из того, с чем я сталкивалась, что вот иногда не учит ничему ситуация, и особенно как раз-таки эта история, когда с алкоголем. То есть вот эту зависимость, побороть её невозможно так быстро, как хотелось бы, и в состоянии таком человек повторяет то, что он уже сделал до этого. И со своей жизнью, может, это сделал, и жизнью тех, кто не виноват ни в чём, но пострадал. К сожалению, так. Не зря же у нас ужесточается наказание за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Ну, при этом наказание всё жёстче, но факты такие всё равно имеют место быть, да. И вот ещё про то, что последствия, да, какие, насколько люди делают вывод. Ну, вообще, мне кажется, очень плохо, когда мы не учимся на ошибках других людей, да, и ситуациях, которые с другими людьми произошли. И вот наши родители с, не знаю, упорством камикадзе демонстрируют, да, вот это вот непонимание в отношении того же мототранспорта. Сплошь и рядом у нас, значит, приобретают молодым людям, не только мальчикам, но и девочкам, мопеды, значит, скутеры современные сейчас, да, вот какие-то эти квадроциклы. Они считают, что это игрушка, но это совсем не так, это совсем не так. Вот, например, даже в этом году у нас мало того, что порядка 10 ДТП с детьми, подростками на мототранспорте, у нас погибшие дети. У нас в Усилданском районе сразу два 14-летних ребёнка погибли в одном ДТП. Один, значит, был за рулём мотоцикла, второй был пассажиром. Они погибли мгновенно от столкновения с транспортным средством. В Сунтарском районе девочка-школьница погибла в результате ДТП как раз-таки тоже на мототранспорте, поскольку у детей нет прав, у них нет средств защиты, у них просто нет навыков управления таким транспортным средством. Я вот не понимаю родителей, которые покупают такой транспорт своим детям и не понимают, не осознают степень своей ответственности при этом. Кстати, за передачу управления транспортным средством лицу заведомо без прав, коим является, собственно, подросток, который не обучался в автошколе, он не имеет прав. Владелец транспортного средства, как правило, это родитель у нас, который приобрёл, он несёт ответственность по статье 12.7 Кодекса об административных правонарушениях. И, значит, в соответствии с этой статьёй он может быть подвержен штрафу в размере 30 тысяч рублей, а при этом, ну дай бог, если подросток в ДТП не попал, не пострадал, это самое страшное наказание, наверное, и в отношении вот такого водителя без прав может быть, значит, наложен штраф от 5 до 15 тысяч рублей, который также придётся платить родителям. Ну, это, во-первых, большая сумма, но страшнее гибели ребёнка, мне кажется, в результате ДТП ничего не может быть, и вот эти суммы, конечно, не компенсируют. Вот как-то мы действительно боремся больше со следствием того, что, да, вместо того, чтобы вот сначала подумать о том, чтобы купить, да, вот ребёнку такой транспорт, сначала построить вот эти вот, которые вы говорите, площадки, да, которые там закрыты, где дети могут безопасно учиться кататься на велосипеде, там, на роликах, на этих досках, и абсолютно не подвергать себя опасности. Вот как-то ничего этого нет, и вот есть ещё родители, которые позволяют себе, или просто взрослые, которые позволяют себе садиться за роли в нетрезвом виде, и потом вот это всё сыпется. Ну, ещё есть наказание по статье 5.35, да, которое тоже применяется в некоторых таких случаях, когда родители заведомо подвергают ребёнка опасности, ну, там штраф, к сожалению, небольшой. Хотелось бы, чтобы как-то ответственность была более замешительной. Самый большой штраф, самая большая беда – это то, что может лишиться жизни ваш ребёнок. И, конечно, я надеюсь, что наш эфир сегодняшний поможет всем взрослым думать об этом, помнить об этом, и быть ответственными и по отношению к себе, и по отношению к своим детям. Слушателям и зрителям спасибо за внимание, всем хорошего дня, берегите себя и своих близких. Спасибо.